Здравствуйте, друзья! Телеканал Ост-Вест, передача «Берлинские окна». У нас есть свой YouTube-канал, обязательно подписывайтесь, будете получать оповещения, комментируйте, всё внимательно читаем и злимся или радуемся тому, что вы там пишете. У нас в гостях Штефан Мелле, это руководитель организации, которая была признана в России этим летом нежелательной. Российско-немецкий обмен, называется организация Deutsch-Russische Austausch. Штефан, здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что к нам пришли, спасибо, что согласились по-русски с нами поговорить, у вас отличный русский. Этот год не лучший год в вашей жизни, я подозреваю, не лучший год для вашей организации, в которой вы с какого года, там, по-моему, уже больше 12 лет, да? С 92-го года, это 29 лет. 29 лет вы в этой организации, это невероятно. Сколько же вам лет было, когда вы... Ну, это не я создал, это были поколения до меня, которые активно это развивали, действительно, в самые тяжёлые годы становления, как бы, вновь созданной Российской Федерации, да, прямо после распада Советского Союза, они поехали в Санкт-Петербург, потом в Пьер-Боргоград, Новосибирск, открыли там офисы, центры развития НКО, так сказать, да. То есть ресурсные центры, это так называлось, но это сначала они действительно хотели тоже помочь гуманитарно, как это сделали тогда многие, да, это было действительно тяжёлое время, даже голод был, кто-то ещё и помнит. Я помню сам, мы получали гуманитарную помощь, какое-то там сухое молоко. Ну, в принципе, было и скоро видно, что вот российское общество само и развивается, и способно, конечно, развиваться, и хорошо, когда само развивается, но хорошо тоже, когда там есть международные взаимодействия и помощь где-то, и просто поддержка, так сказать, гражданского общества, ну, и опять-таки сотрудничество. Ну, и в России и Германии особое отношение исторически, так чего уж говорить. А вы с какого года работаете там? Я член организации ещё с 99-го года, кажется, да, но вот руководителем организации являюсь с 2006 года, то есть сейчас 15 лет. 15 лет. 15 лет, и вот мы пришли к тому, что этим летом организацию объявили нежелательной в России. Это шок был, как вы сами восприняли? Ну, как вам сказать, во-первых, я считаю, что если Генеральная прокуратура и российское руководство пишут, что вот нежелательно, это ещё не означает, что для всего общества это нежелательно. Многие нам писали, конечно, вы желательны, да, как и были, так и есть, так и будет, да. То есть немножко тоже надо разлить, кем объявлено, да, и что это означает. Конечно, не русский народ вас объявил, это совершенно понятно. Но это важно тоже знать, да, что вот эти взаимоотношения, они ещё как бы вот не только в плоскостке, как бы правительств и правителей, и генеральных прокуратур, и так далее. То есть это надо всегда держать в голове. Всё равно это был, конечно, очень тяжёлый момент. Он был и шок, но в то же самое время и в чём-то ожидаемое, потому что этот репрессивный закон, он существует с 15-го года. Это была реакция на то, что за рубежом не признавали аннексию Крыма, не признавали, что российское руководство, армия, спецслужбы вмешивались в украинские дела. Да, и это означает тоже, что вдруг они решили, что вот это наши враги, да. И мы, которые тоже занимаемся, как бы, вот в Украине, которые занимаются тоже где-то донбасским вопросом, да, много лет уже сейчас, конечно, тоже могли ожидать это даже раньше, да. Потом был момент, когда, я предполагаю, что из добрых намерений немецкий посол встретился с господином Пискарёвым, который глава комитета по предотвращению вмешательства. Да, да, да. И там вдруг было сказано, дорогие немцы, у вас там разные организации, которые мы очень любим, которые мы считаем, как бы, непротивляющими. Возможно, мы их объявим, да, то есть с того момента мы могли это предполагать. Тогда уже название вашей организации прозвучало? Она прозвучала, да. Это было, как бы, и публично, и не слишком публично, потому что, ну, да, вот РИА Новости и прочее это тогда, как бы, писали, да, упомянули, но это еще не было, вот, конечно, тот резонанс, тот, в принципе, тоже, как бы, вот, да, действительно, общественная огласка и дискуссия, которая вызвала, когда-то действительно в конце мая этого года и случилось. Ну, вам не кажется, что и в вашей организации, и в других, которые были объявлены нежелательными, были те люди в немецком обществе или в немецкой политике, которые, ну, можно назвать друзьями России, да, то есть, ну, не Путин Ферштея, но то, что называется Руслан Ферштея, да, то есть, которые выступали за более интенсивное сотрудничество с Россией. То есть, в каком-то смысле Россия нанесла удар по своим друзьям внутри немецкого общества, не было такого ощущения? Конечно, это однозначно, что они вообще чаще всего действуют против интересов собственной страны, собственного общества, собственного гражданского общества, собственного даже вот собственного правительства, да. Мне кажется, что это не только, когда они борются с немецким обществом, с немецким и гражданским обществом, это вообще часто, да. Конечно, сейчас Украина, так сказать, ушла от, так сказать, России дальше, чем никогда это было, да. То же самое сейчас происходит в Белоруссии, да. Вот, можно, конечно, поддерживать Александра Лукашенко, считая его как бы легитимным президентом, но на самом деле это время прошло, да, и тем, что поддерживает его, его нахождение там, его насилие, потасованные выборы, значит, белорусский народ считает, что вот их не поддерживает. Да, и да, с нами, в принципе, случится то же самое, да, действительно, конечно, мы друзья, даже очень горячие друзья России, да, очень любим эту страну, очень у нас там теплые отношения, большой опыт, действительно, мы много видели, много где с кем были, да, вот это нам действительно очень ценно и важно. И, конечно, вот, скажем, вот, нашу энергию, как бы, не подрывать, да, но в то же самое время, да, закрывает, как бы, вот, в частности, друзьям, как бы, дороги, да, и насколько это умно. У вас было у кого-то, у сотрудников, просто личная обида, ну, как же так, мы столько лет старались, и нам теперь, ну... Ну, естественно, да, то есть, вообще-то воспринимается многими в нашей команде просто как несправедливость, да, вот, во-первых, есть очень много проектов, или были проекты, мы же были вынуждены всех прервать, да, практически в тот же вечер, да, сказать, вот, извините, к сожалению, мы больше не можем с вами работать, это вам риск, да, вот, вам же запрещено сейчас, и нам запрещено, мы не можем больше приезжать, но вообще вам запрещено с нами работать. Мне кажется, петербургская организация одна даже переименовалась, да, то есть, в которой было название похоже, они теперь мосты, как-то так называются. Ну, у нас долгие годы была очень близкая нам, как бы, вот, партнерская организация, даже с тем же названием, да, немецко-русский обмен, это была независимая, или есть независимая российская организация, да, но так как Генеральная прокуратура внесла в свой список именно тоже российское, русскоязычное название, да, то все, кому не лен, спотекались как раз в наших коллегах. И они, в принципе, были вынуждены, чтобы вообще отойти от этого несправедливого прессинга переименоваться. Я думаю, что очень важно, что они могут дальше работать. Очень важно, что они как организация дальше существуют. Это очень благородно тоже для гомонороссийских отношений. Я надеюсь, что мы тоже свое флептишно внесем. Телевизор. Слава Богу, смотрим. Внимание! Информация для подписчиков сетей Vodafone Unity Media. Vodafone расширяет русский пакет телеканалов. В связи с этим необходима замена вашего старого D-Box на новый Giga TV Box. Стоимость аренды Giga TV Box 9,90 евро в месяц. Если вас не устраивают новые условия пакета Vodafone, есть следующие варианты подключения. Eins und Eins всего за 9,99 евро в месяц. Deutsche Telekom, Magenda TV за 9,95 евро в месяц. Или за Tu 9 русскоязычных каналов за 10,90 евро в месяц. Дополнительную информацию вы получите в нашем русскоязычном колл-центре по телефону 030-308-319-34. Или пишите на электронную почту подписка at ostwest.tv Были какие-то люди, которые уже, допустим, ждали немецких виз, чтобы приехать по вашим программам, или немцы, которые ждали российских виз, чтобы приехать туда, и это остановилось, и вы им говорите, друзья, все отменяется. Ну, естественно, было множество проектов, которые просто шли, да, по экологическому образованию, там, по инклюзии, по поддержке малого предпринимательства на Северном Кавказе, ну, много чего другого еще. И где, только не смотри, все где-то были мероприятия, кто-то должен ехать. Вскоре у вас. Ну, да, вскоре-то по инклюзии как раз, да, там, партнеры были. И всем надо было сказать, извините, вот все на этом приостановим. К сожалению, мы вынуждены это делать, и ждем лучшие времена, так сказать. Вы, ну, лично вы можете сейчас ездить в Россию вообще, или это просто опасно? Знаете, это, в общем, неоднозначно и непонятно. Я сейчас больше пока не езду. И моя деятельность как руководитель организации там как бы запрещена, да. То есть, если я и поеду, то, наверное, могу в лучшем качестве, да. Возможно, и не предпочитать этому. Но даже странно это делать, потому что я считаю, что это просто стандарт международных отношений, что, конечно, гражданские организации могут свободно друг с другом сотрудничать. Да, и все эти упреки, которые там были подняты против запрещенных организаций, они были настолько нелепы, да. Там подрываем конституционный строй. Протяживаем сепаратистов каких-то. Но если кто протяживает сепаратистов... Кавказские продукты, кавказские проекты. Это непонятно. Даже не сказано нигде. И не понятно, кому что, да. Там просто сказали в общих словах по всем сразу, да. И все на этом, да. То есть никакого диалога не было, даже если бы вы решили, ну, на какой-то компромисс пойти, то непонятно, в чем он должен заключаться. Так? Ну, действительно, конечно, нет такого диалога. На нас никто не выходил. До сих пор практически нет. Вот если бы нам не сказали, как бы в СМИ, или там если бы мы не писали, как бы вот объявление, как бы генопрокуратуры в интернете, да, может быть, мы не узнали бы, да. Но, на самом деле, трудно понять, какой там компромисс, да. То есть, вот нарушение международного права таким же остается, да. То есть вопрос Крыма все равно открыт. Да. Вопрос там, да, конечно, так не может остаться, как есть, да. И много таких вопросов. И в то же самое время сейчас опять, как бы вот, выборы были нечистыми, как можно было понять, в течение всего года, да. Что об этом начать? И сказать, это компромисс. Мы сейчас не будем это говорить, да. Гоштарское общество в России вообще в сильном нагнетании, да. Все эти там законы про ину агентов, там еще ужесточение. Сейчас личностные тоже можно как-то объявлять такими или не регистрированные организации, и так далее, и так далее. То есть, даже вот просто в течение прошлого ноября, декабря и января полторы десяток таких законов и изменений законов было принято, чтобы как-то очистить поле, чтобы как-то обеспечить, как бы вот, ну, такой ход и выборов, и... Ну, и потом они от маленькой вашей организации не могли ожидать, что вы в одностороннем порядке, вопреки МИДу, не знаю, признаете Крым частью России, да. Это было бы, ну, совершенно глупо, или... Ну, это просто и наше, так сказать, наше понимание. Это мы не делаем, потому что МИД, да, или еще кто. Ну, конечно. Просто мы считаем, что в 21 веке в Европе, совместной, открытой Европе, такое быть не может, да, что были сильные, были большая, страна нападает на более маленькую, даже если это большая, тоже Украина, да, и считают, что вот зеленые человечки, давайте, сейчас это наше, да, или просто там завязать в общую войну, да, там были, конечно, и внутренние свои проблемы, и конфликты, и после Майдана, и так далее, но вот так, как вышло, не было бы. Это надо просто признать, это не дело, так сказать, где нужно договариваться с какими-то политиками, или дипломатами, это просто очевидно многим, да, это и наша позиция, и вряд ли она изменится. Ну, получается, что Петербургский диалог, это одна из крупнейших площадок по взаимодействию России и Германии, на которой в последние годы, не только вообще все годы присутствовали, ну, представители высшего руководства России, да, там, бывший премьер-министр, ну, в общем, совершенно у людей топ-уровневек, сегодня, теперь немецкая сторона практически свернула, как я понимаю, этот формат из-за знак солидарности с вами, ну, потому что как можно его продолжать, если вас и другие организации признали в России нежелательным? Ну, я думаю, что это был правильный, очень принципиальный шаг, его нужный российской стороне, по-моему, тоже действительно принимать, но это надо тоже понять, что это приостановлено, да, вот это можно разморозить в любой момент, только принцип такой, вот если это межобщественный диалог, да, диалог между гражданскими обществами, и, так сказать, НКО, и культурные учреждения, и другие заинтересованные люди, да, тогда Россия не должна определять, кто в этом участвует с немецкой стороны, да, и тогда это именно на основе свободнее... Можно себе представить, кого выбрал бы Кремль, там, да, какой-нибудь там... Ну, они выбирают свои... Прусские какое-нибудь там общество, да, вот наблюдателем ездил, кто сейчас там в Сибирь, представитель прусского землячества, кажется, который до сих пор там мечтает о Пруссии в границах, не знаю, около 39-го года, ну, такие организации, которые совершенно не представляют... Я очень надеюсь, что Россия всякие не сделает такое, потому что и границы 39-го года, они уже никому не нужны, они просто отрывают вновь меры в Европе, да, в частности, российские границы, да. Ну, да, конечно, невыгоден пересмотр там. Даже если какие-то представления об обществе может отличаться между Россией и Германией, да, то все равно обе стороны должны соблюдать международные правила, тем более, если они подписались, да, они должны, конечно, дать свободе, кто где участвует, да, не просто взаимодействие гражданских обществ должно быть, как бы, не ограничено. А зачем и чем? А вы знали, что у телеканала Ост-Вест есть свое собственное приложение для удобного просмотра ваших любимых передач с любого устройства? Заходим в Play Store на Android или App Store на Apple, и вводим в поиски Ост-Вест. Если у вас еще нет аккаунта, то кликаем на кнопку регистрации и создаем аккаунт. Для оформления подписки прямо из приложения достаточно нажать на кнопку «Профиль» в правом нижнем углу нашего приложения и затем нажать на «Подписки». «Подписки». Далее выбираем тариф и оплачиваем при помощи PayPal. Если у вас нет PayPal, то попросить родных у них наверняка найдется. Готово! Теперь вы можете начать смотреть Ост-Вест одним нажатием. Ост-Вест с вами. Где бы вы ни находились? Давайте чуть в будущее посмотрим. Вот в последние недели выборы были и там, и там. В России, очевидно, после выборов в России особых изменений не будет. Так или иначе, кто был у власти, тот и остался. Единая Россия, ну, кажется, чуть меньше представителей в парламенте, но конституционное большинство сохраняет. В общем, там все понятно. В Германии, если будет, ну, канцлером Шольц, совершенно непонятно, кто будет заниматься международной политикой пока, но в принципе эти итоги выборов, как вам кажется, что, говорят ли что-то о будущих взаимоотношениях Германии и России или ничего, ждем, ничего не понятно? Ну, кое-что уже понятно по обеим сторонам, да. Во-первых, мы в России к сожалению видели, что выборы опять не были свободны, что наблюдений за выборами опять не допускали, как в принципе положено по международным договоренностям, да, и ОБСЕ не было приглашено, как это имело бы иметься, обычного места, да, не говорю уже о, так сказать, сильном давлении на гражданские организации, которыми занимаются голос и другие, да, и сейчас на днях, только вчера опять внесли международную сеть, опять в список нежелательных, там же, которые занимаются, как и с участием голоса, вот, наблюдением за выборами, да, там многие организации как раз из постсоветских стран, то есть, это даже не вот условный запад, да, ну, есть немецкая как бы организация, тоже вот европейская платформа по демократическим выборам, которая уже в 18-м году была, по тому же, как бы запрещена, тоже из-за голоса, тоже вот из-за этого предмета, потому что не хотят, чтобы следили за чистыми выборами, да, и вот, конечно, и ничего не меняется, по сути, да, вот, то, что хотели себя обеспечить, то себе нарисовали, к сожалению, это говорит о том, что не сильно много меняется, да, тоже для российского общества, к сожалению, в Германии мы, не кажется, хотя точно еще о самом деле не знаем, но, по-моему, смена все-таки правительства будет, скорее всего, канцерам будет действительно Олаф Шорц, потому что сильные изменения именно, так сказать, воли избиратели, которые сильно отражаются в итогах выборов, да, и поэтому, скорее всего, будет действительно из этих трех партий социал-демократы, либералы, зеленые, и да, там будут изменения, но сейчас, конечно, еще не стаканилось, кто за что будет отвечать, в каких вопросах они достигнут, какого компромисса, да, но видно, что это где-то и может коснуться, как бы, вопроса в Восточной Европе, да, не будем говорить только про Россию, это важно, что все, как и Германия, как и Россия, находятся в контексте других европейских соседей, да, и без учета их, так сказать, положения, интересов и прав, ну, просто ничего нельзя делать. Ну, прямой вопрос вам задам, спекулятивный, правда, но вот, зеленый министр иностранных дел в Германии, это страшный сон для Кремля, или можно будет договориться? Вопрос, так говорится, о чем, да, и как себя воспринимать Кремль, да, конечно, зеленые партии требуют, чтобы международные договоренности были соблюдены, да, требуют, чтобы международные стандарты, как там, права человека, и так далее, чистые выборы, тоже были соблюдены. Я думаю, что они будут об этом говорить, в частности, если они вдруг займут Министерство иностранных дел. Это мы, конечно, сегодня не знаем, да, и, возможно, даже невероятно, что так и будет, но это мы знаем только ближе к концу года, похоже, да, но там, да, есть отличающиеся от теперешней позиции Кремля, от позиции, может быть, и там что-то сменится в своих позициях, это, в принципе, большой шанс для всего российского общества. Ну, к моменту образования коалиции Северный поток-2 уже может стать просто реальностью, он может просто заработать, есть такая вероятность, так что он уже станет фактом, где там никто уже ничего не поменяет, даже если бы хотел. Ну, мы понимаем, что трубовод достроен, да, сейчас еще один шаг к разрешению его, как бы вот ввести в эксплуатацию, но есть тоже договоренность внутри Германии между партиями, как и с Украиной, с Соединенными Штатами, с Францией, вообще с Евросоюзом, что как только Россия использует трубопровод Газпрома на самом деле в политических целях, да, тогда просто может быть транспорт приостановлен, да, то есть труба можно открывать, закрывать со всех сторон на самом деле, да, и это означает, что, не означает, что ввести в эксплуатацию, это значит, 50 лет будет лить, да, и мне кажется, что это важно тоже воспринимать во внимание, потому что сейчас уже происходит нечто такое, что похоже на начало, скажем, шантажа. Вы имеете в виду Венгрию в ситуации? Это даже не с Венгрией, я имею в виду вот удивительный случай, что вот они из Газпрома сейчас не соглашаются как бы вот больше как бы газа, как бы, то, что стена газа сегодня больше тысячи человек. Все договоры соблюдены, все как бы цифры как бы тоже соблюдены, да, но вот похоже, что они сейчас уже пытаются как бы вот заставить вести эти ситуации, да? Ну, создать искусственный дефицит, чтобы вынудить европейцев побыстрее запустить поток, чтобы немножко ценного снизить, потому что сейчас они, конечно, невероятны. И мне кажется, что скоро будут сделаны выводы. Да? А надо ли? Да. И для кого это хорошо, для российского общества? Сомневаюсь. Интернет, конечно, хорошо, но с ним бывает порой столько проблем и мороки, куда приятнее взять в руки пульт от телевизора и одним нажатием кнопки включить канал с любимыми фильмами и программами на русском языке. Что? У вас нет такой возможности? Ваш интернет-провайдер не поставляет пакет русских каналов? Не беда. Magenta TV представляет пакет по-русски за 9,95, и вы сможете смотреть русский пакет телеканалов независимо от вашего интернет-провайдера. Если же у вас уже имеется интернет от Eins und Eins, то вас ждет русский пакет телеканалов всего за 9,99 в месяц. Интересно? Тогда звоните телефон в Берлине 030-308-319-34 или пишите нам на почту подписка собака ostwest.tv и мы ответим на все ваши вопросы. Можно на печальной ноте не закончить, а еще одну ноту положительную. Мне кажется, что в любой момент есть возможность остановиться как бы на неправильном пути, вернуться, признать, вот так не надо. Открываем друг другу двери, открываем людям собственного общества как бы свободное пространство для собственного развития. Пусть это будет действительно полиалистическое. То есть точка какого-то невозврата еще не пройдена, вы считаете, что можно еще повернуть? Для каждого человека. Кто-то в российском обществе и в Кремне считал, что можно восстановить Советский Союз, это, наверное, те, которые не стоит преследовать, потому что это фушер многим независим государствам. А вот работать вместе в общественном европейском пространстве и вместе модернизироваться в устойчивом смысле. Вот это действительно так сказать визия, которая стоит. Ну и личные отношения же остались, да, эти люди, которые с вами работали, они же не исчезли никуда, пусть они тоже... Мы имеем право, конечно, личные отношения иметь, очень надеюсь, что они сохранятся, но все равно вот люди это люди, если они не встречаются, то сложность становится со временем. да? Ну конечно. То есть опять, да, есть вот эта плоскость просто между общей встречей, как бы совместные дела между людьми, это в любом случае надо как-то укреплять, открывать для этого как бы все возможные пути. Ну это уже, да, чуть-чуть повеселее какая-то надежда Я думаю, что так и надо. Спасибо вам большое, Штеф, ну, будем ждать лучших времен, что посмотрим какой МИД немецкий будет и как он начнет политику выстраиваться в России. Здесь, кажется, это дело даже не столько немецкого МИДа, здесь российская сторона именно как бы российское руководство должно делать тоже свои шаги. Да, но там годы идут, как говорится, да, а что-то там перемен пока не видно, но все тут все понятно, что они могут быть скорее, чем мы думаем тоже тут. Спасибо вам большое и просто удачи. Спасибо. Друзья, спасибо вам тоже большое и увидимся через неделю. Пока.